И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, новый игровой ролик, уже третий у нас по счету. Я очень рад, что вы поддерживаете данного формата видеоролики, надеюсь, что данный видеоролик также не останется без вашего внимания. На предыдущей части мы уже почти набрали соточку, а это значит, что это, как говорится, отправной пункт наших, можно так сказать, видеороликов. Соточка лайков набирается, следующий видеоролик выходит. И сегодня уже мы имеем потенциальный видеоролик, в котором вы дали свои какие-то определенные пожелания, что вы хотели бы увидеть. И из вашего выбора сегодня я выбрал одно интересное сочетание. Не знаю, насколько оно будет эффективное. Что касаемо пушки, то там, наверное, все более чем понятно. Что касаемо корпуса и его овердрайва, то здесь имеются какие-то определенные спорные моменты. Но сегодня мы их как бы рассмотрим. Посмотрим на данное вооружение в двух режимах. Я думаю, что это захват флага и контроль точек. Более, наверное, скиллозависимые форматы для данного вооружения. Ну и говорю, конечно же, я сегодня про вооружение ВАСПа Жига. Довольно интересно, я видел большое количество комментариев, где вы в большинстве случаев просили, чтобы я поиграл на пушки рельса. Там были разные корпуса, что там и Диктатор был, и Хорек был, и Хантер был, если не ошибаюсь. Что касаемо рельсы, то определенно по ней мы сделаем видеоролик в одной из следующих частей. Но что касаемо сегодняшнего вооружения, то имеются определенные мысли по нему. Все вы знаете, что у нас в игре в относительно недавнее время, ну не знаю сколько там, может год, два назад, данное вооружение очень сильно ценилось как форматное, можно так сказать, вооружение. Вы знаете, какое количество ВАСПа Жигеров у нас было в игре, и то, что этот формат в закрытых боях довольно жестко ценился. На нем можно было фармить просто бешеное количество опыта, также количество киллов, когда были заданки. И, безусловно, для меня это вооружение является потенциально очень интересным, и в какой-то степени я постоянно был заинтересован в игре на данном вооружении. Что касаемо киберспортивных форматов, таких как Medium, для меня ВЖ это, ну, одно из самых любимых вооружений вообще, в общем и целом. И, конечно же, сегодня хотелось бы его более грамотно, наверное, рассмотреть. Безусловно, играю я уже третий видеоролик подряд на дроне Защитник, да и по сути я не вижу вообще никакого смысла менять данный дрон в матчмейкинге, потому что сейчас, ну, это чересчур ярко выраженный имбалансный дрон, как по мне, в нашем матчмейкинге, и менять его, ну, по сути не имеет смысла. Сейчас поставил я здесь бомбу, забрал один танчик, ну, по сути бомба, конечно, у васпа в большинстве своих случаев, если вы, конечно, не играете на том же васпа-фризе, оно не имеет существенной роли, и, по сути, можно даже справиться на данном вооружении без нее. В чем же плюс васпа? Определенно, в таком формате, как захват флага, вы имеете огромнейший плюс по скорости. Вот сейчас, конечно, мне тут главное не слиться, отлично, что мне васпа-фриз здесь очень жестко помог, и я за счет него чисто, целиком и полностью за счет данного тиммейта поставил данный флаг. За счет скорости вы можете потенциально феерить, можно так сказать, на карте, и вытворять какие-то нереально крутые кульбиты, но, как я уже сказал, если сравнивать жигу с васпом и фриз, то сейчас, конечно, более эффективно использовать, я думаю, именно фриза, за счет того, что вы можете на данном вооружении спокойнейшим образом заморозить танк, поставить бомбу, и если там будет, грубо говоря, 2-3, может, 4 танка в одной куче, все эти танки уйдут на респ, поэтому в этом плане больше ценится, наверное, данное вооружение. Ну, а что касаемо импакта, что касаемо количества внесенного урона, то на жиге потенциально вы сможете нанести намного-намного больше урона, нежели вы сможете нанести этого урона на фризе, потому что, ну, если вы просто зайдете в гараж и сравните количество демеджа, которое наносит одна пушка, которое наносит другая пушка, то вы все, в принципе, уже сами увидите. Что касаемо данного боя, то определенно я хочу его выиграть, я хочу, чтобы наша команда здесь тащила, и пока что мы уже начинаем проигрывать, счет 2-1, я думаю, что уже пора включаться, меньше балаболить, меньше тараторить, и потенциально надо уже что-то здесь предпринимать. За счет своего легкого корпуса, я думаю, что надо пытаться вытягивать флаги, противник уже ставит третий флаг, у меня хоть и имеется большое количество здесь опыта, но нашу команду явно здесь довольно дико разваливают, и я смотрю, что тут какие-то нагибаторы мне даже в чате пишут, но, конечно, у меня особо времени сейчас на ответ данным молодым людям нету, еще и обращать внимание, когда я лечу в катке 4-1, это, наверное, будет в какой-то степени неправильно. Поставил я бомбу, даже не знаю особо честно, зачем я ее там ставил, но, как я уже сказал, на данном вооружении она является, ну, не совсем важной частью, не совсем такой существенной нагибающей, и поэтому больше стоит, наверное, акцентировать свое внимание именно на увозе вражеских флагов, но пока что я, честно говоря, не вижу выдвижения от нашей команды, какие-то одиночные тут заходы имеются, но противник довольно-таки неплохо стоит в дефе, и я смотрю, что уже тянет последний флажочек, и, похоже, первый блин у нас сегодня будет комом, Хори Фриз уже ставит последний флаг. Я, конечно же, с точки зрения матчмейкинговых боев и с точки зрения того, что я играю на звезды, я, конечно, выигрываю, я, конечно, получаю 6 звезд, но с точки зрения импакта в плане выигрыша катки, то, ну, не совсем, конечно, аппетитно и сочно у меня получилось, тут, наверное, в какой-то степени это зависело, конечно же, и от команды, но пару-тройку заходов нам удалось сделать, и, наверное, целесообразнее даже будет, я в начале ролика хотел покатать один формат захват карты, один формат контроля точек, но сейчас я определенно понимаю, что я за данную неполную катку не смог, ну, целиком и полностью раскрыть данное вооружение, поэтому я думаю, что лучше стоит покатать еще один боечек на васпожиге в захвате флага, дабы показать какие-то интересные вещи, возможно, какие-то тонкости, которые вы сможете увидеть. Что касаемо резистов, я, к слову, особо даже не обратил внимания на них, но в захвате флага я думаю, что, в принципе, у меня актуальные резисты сейчас имеются, арта, гаусс и рельса, да, в принципе, все эти вооружения всегда у нас используются в данном режиме, но я уже быстро выдергиваю флажочек, но у нас только вот тиммейты также теряют флаг, и сейчас, дабы мое вооружение внесло максимальную полезность, мне надо, конечно же, этот флаг скинуть какому-то тиммейту и понадеяться на то, что он сможет его здесь удержать, но я пока не вижу ни одного респауна, у нас там на штоке стоят два противника, возможно, сейчас попытается кто-то поехать вернуть, давайте я скину титану, и сам отправлюсь возвращать данный флаг в надежде, что наш тиммейт сейчас не обкекается и поедет на доставку. Где вражеский флаг? Вижу вражеский флаг, он уже на доставку подъехал, ну и я думаю, что пора выдвигаться, что у нас по тиммейтам, тиммейт начинает ехать к доставке, это очень хорошо, аптечка у меня есть, 95%, и пора врываться, пора врываться и делать возврат, просто очень легко, уже тиммейты заехали, и все сложилось довольно-таки замечательно, ну а теперь делать еще один увоз, при том раскладе, то что у меня нитрулечка еще рабочая, рабочая, сокращаем дистанцию, парень уходит на низ, можно было бы его конечно бы здесь обрезать, если бы я был бы неуязвимым, и у меня был бы резист 95% от всех, но так как у меня таких возможностей нету, то безусловно я могу всего лишь довести флаг до размена, скинуть флаг под тиммейта и отправиться на возврат. Флаг лежит у нас на поляночке, и по сути можно сейчас попробовать ворваться и вернуть. Да, есть отличный выстрел от нашего тиммейта, и второй флаг достигает своей цели, я думаю, что сейчас наш сокомандник должен ставить еще один флаг, и как-то вот так вот очень коллективно и командно работаем, я скажу вам, друзья. Давайте продолжим в том же духе, если даже наша база будет продолжать гореть, то я уже понял, что данного противника можно спокойнейшим образом просто контрить на возвратах флага и на доставках. Давайте проводим своего тиммейта, это, кстати, довольно важная функция легких танков, которые должны на это обращать намного больше внимания. Наверное, наш тиммейт чересчур долго здесь думает, я бы на его месте уже давным-давно бы поставил бы этот флаг, чуть было, я здесь не поставил, но хорошо, вот видите, бомбу поставил, противник уже тоже засуетился, он понимает, что он сейчас взорвется, и в какой-то степени парень тоже ошибся, прожал овердрайв, не выиграл правильный тайминг, хотя мог чуть-чуть откатиться назад и попытаться меня как-то за счет этого быстро слить, но здесь мне удалось доставить флаг, и я, конечно, этому рад, что здесь момент остался за мной, но хотя, по сути, я, наверное, таки в какой-то степени, если бы был бы не сконцентрирован на том, что мой тиммейт может не поставить флаг, и то, что мне стоит его подстраховать, я, конечно, бы пошел на конвейерный увоз, но зачастую лучше подстраховать своего тиммейта, как вот сейчас я, например, этого делаю, потому что все же может прилететь большое количество урона, потом у парня вернут флажочек, и не будет никого, кто мог бы подстраховать, кто мог бы взять и так вот ворваться, вернуть, доставить флажочек, и в данном контексте, конечно, это довольно-таки жестко сработало. Что касаемо каточки, довольно неплохо она складывается, 4 минуты прошло, 4-0 уже ведем, и я думаю, что потихо и можно даже будет заканчивать сейчас с этой каткой, почему бы и нет, почему бы и нет, давайте ворвемся, давайте попробуем увести еще один флаг, я вижу, что у меня уже имеется крит-ошибка, моя любимая в моей лучшей игре, но, блин, если бы не вот эта подлая рельса, то я бы, наверное, сейчас бы улетел, немножко я проморгал эту рельсу, можно было не получать ее, можно было спрыгнуть там вниз, и выиграть время, конечно же, для своей команды, которая бы уже бы потаспела, но хорошо, что здесь хотя бы тиммейты были рядом и смогли сами увести флажочек, ну а теперь надо просто врываться и возвращать флаг, отлично, вижу танк противника, который невидимкой едет, и наш тиммейт ставит флажочек. Такие вот порпорциональные, наверное, какие-то две карты у нас получились, то есть одна имбалансная была в том плане, что нашу команду сильно нагибали, здесь раскрыли потенциальные лучшие качества данного вооружения, и сумели также досрочно завершить бой, только уже победив его, и я, честно говоря, не скажу, что здесь противник играл довольно-таки слабо, и то, что тут у него что-то не получилось, вроде как довольно-таки неплохо отыгрывали ребята, но в каких-то определенных моментах мы сумели выиграть, и раскрыть, наверное, в какой-то степени довольно-таки неплохие и сильные качества данного вооружения, у меня, я так понимаю, уже крит ошибка, давайте я быстро заставочку поставлю, обновлюсь, ну, тут, конечно, нет ничего удивительного, это наша лучшая игра, и то, что я тут получил крит ошибку, ну, это нормально, это норма, не хочешь получать крит ошибки, играя через HTM L5, ну, а я тут, как всегда, со своим критом был вынужден уходить обновляться. Не самая приятная карта для контроля точек, это у нас архипеладжик, но давайте скатаем на нем, посмотрим, насколько эффективно можно будет реализовать здесь данное вооружение, с точки зрения того, что я за счет скорости могу феерить просто на каждом из островов, это 100% будет работать, но вот, что касаемо того, что здесь можно было бы реализовывать свои лучшие качества корпуса, за счет того, что вы бы, например, быстро передвигались с одной точки на другую, и там подстраховывали, например, тиммейтов, или каким-то еще другим образом, то есть помогали за счет этой скорости, то здесь, как бы, этими возможностями ты никак не будешь пользоваться, потому что у тебя имеется карта с тремя островами, и ты, по сути, только зависишь от того, будут респоваться ли у тебя танки на данном острове, сможешь ли ты кого-то фокусить, либо же будут респы на других островах, и ты просто будешь вот так вот стоять, крутиться вокруг домика, и думать о том, что ты крутой нагибатор, который может выиграть катку именно исключительно на своем острове, но не знаешь, что там будет происходить на других островах, и зачастую в таких определенных картах имеет смысл даже просто взять и заделититься, дабы тебя респануло на другом острове, если, конечно, ты проигрываешь катку, сейчас я вижу, что наши тиммейты, в принципе, контролят два острова, и я не вижу особо большого смысла сейчас отправляться на делит, и пытаться там цепляться за какой-то другой еще третий островочек, в принципе, в данном режиме на данной карте хватает контроля двух точек, и потенциально мне их будет хватать, дабы я выиграл данный замечательный бой, но вот, правда, сейчас я ушел на респа, мои тиммейты, вы видите, чем занимаются, я сейчас респуюсь на острове, который контролирует противник, и сейчас бы, если бы у меня был бы, наверное, такой хоречек, я за счет бы его овердрайва потенциально бы намного больше урона бы смог здесь нанести, но я думаю, что даже за счет данного вооружения у меня удастся здесь накидать довольно неплохое количество урона, бомба, конечно, сейчас ничего не заберет, и это не есть хорошо, я все-таки поставил ее на точку, чтобы немножко отвлечь противника, чтобы они поехали немножко по другим зонам, скорее всего, у меня удалось это сделать, ну и мы забираем еще одну точку для своей команды, 4 минуты остается до конца, единственное, наверное, самое главное проблема данной карты и этого формата, то, что здесь довольно тяжело сделать досрочную битву, за счет того, что имеются 3 острова и, по сути, всегда практически, практически всегда, ты максимум можешь контролировать 2 точки на данной карте, но никак не 3, то есть 3 точки контролировать, ну, максимально сложно, сейчас вот противник пытается забрать, конечно, 3 точки, но я думаю, что ему это не удастся сделать, либо мы сейчас после того, как они смогут захватить 3, быстро их отхватим, ну и стабильности, конечно, на этой карте абсолютно нет никакой и зачастую я ее просто перепикиваю, не играя на ней и вообще не обращая особо никакого большого внимания на данную карту, потому что, ну, реально она какая-то абсолютно ни о чемовская, ну, а тут, как говорится для видеоролика, я уж не стал перепикивать, решил показать, что вы вообще, ребят, думаете по поводу данной карты, в карте, возможно, у вас имеются какие-то свои предикшены, свое какое-то определенное мнение по архипелагу, вам нравится вообще данная карта, не нравится, напишите, пожалуйста, по этому поводу в комментариях, и я определенно почитаю, что вы мне выскажите. Я абсолютно не согласен с балансом данной карты, просто категорически не согласен. Я не понимаю, зачем было делать такую карту, и с точки зрения, наверное, скиллозависимости, эта карта, наверное, подходит только, ну, сверх каким-то жестким нагибаторским игрокам, которые могут респануться, например, в соло на острове и увидеть там, например, 6 танков, просто разобрать всех шестерых и при этом забрать точку, да. Если рассматривать с точки зрения то, что ты можешь соло разобрать шестерых, это, конечно, достойная крутая карта, вот, например, меня бы сейчас бы респануло на цеточке, я бы просто там врывался. Ну, а с точки зрения баланса, ну, максимальная, глупая, неудобная и, ну, не сверхинтересная, наверное, карта, зачастую, где ты просто вот так вот катаешься по кругу, что-то тут наматываешь, эти кружочек раз, кружочек два, кружочек три, а противника нет и нет. Поэтому давайте я сейчас самуничтожусь, в надежде, что меня респанет на острове, но нет, я не на этом острове хотел респаваться, хотя смотрю, что здесь этот остров тоже уже немножко начинает подгорать, и, возможно, возможно, сейчас я просто ворвусь, вот так вот бомбочку поставлю, но она никого не забрала, но зато... Видите, здесь даже за счет того, что ты противника, я вот, по сути, ну, мне бомба ничего не дала, да? Я поставил бомбу только ради того, чтобы противник отвлекся на нее. Они отвлеклись на бомбу, за счет этого я сумел заехать за спину и просто быстро раздамажить противника. То есть бомбу можно даже, по сути, использовать не так, чтобы уничтожить противника, а чтобы его просто отвлечь, и за счет этого отвлечения противника вы спокойнейшим образом в дальнейшем можете разобрать противника и законтрить определенную точку. Сейчас у меня это удалось сделать, я надеюсь, что мы выиграем все-таки этот бой, остается 40 секунд до конца, и потенциально я, честно говоря, не вижу здесь никакой вообще абсолютно проблемы, чтобы этот бой закончился не в нашу пользу. 35 секунд до конца. У меня, конечно, очков довольно большое количество, и надо сейчас было бы зацепиться за эту точку, но я отдал ее противнику, боже ты мой. Если мы сейчас проиграем, то эта вина будет исключительно на моей совести, потому что я мог контрить эту точку и мог ее пытаться хотя бы держать. Ставим бомбу на центре, бомба срабатывает, забирает два танка, и похоже это все танки уходят на респ. 11-11, 11-10, точки быстро пытаемся захватить, но я так понял, что уже ничего не перекрутит. Нет, перекручивает все-таки на ничью, но, как я вам уже и сказал, это, ну, вы сами видите, какая карта. Мне она абсолютно, наверное, неинтересна, но с точки зрения вооружения своего, я набил 26 киллов, 9 раз умер, и, по сути, свое вооружение явно оправдал, да и бомбы вроде как довольно неплохие сумел здесь поставить на данном острове, поэтому сказать, что я не реализовал, что я не смог этого сделать, я тоже так не могу, но так, в общем и целом, конечно, если была бы какая-то более обширная, например, такая карта, как Кунгур, где я мог бы передвигаться с одной точки на другую, контрить противника, то там можно было бы намного интереснее показать данное вооружение, но сами вы понимаете, то, что я не могу записывать видеоролики по 40-50 минут и катать тут миллион тысяч карт и вам все это дело показывать. Ну и вообще, если честно, мне было бы интересно услышать ваше мнение по поводу продолжительности видеоролика, да, какое оптимальное время вам кажется, вот я, если честно, хотел записать сегодня две каточки, но так как получились эти две катки не полные, две досрочки, то я решил еще и скатать контроль точек, показать вам в данном формате это вооружение и надеюсь, что у меня это получилось сделать и что-то интересное для себя вы определенно из данного видеоролика усвоили. Поэтому я лишь вам могу сказать, если вам нравятся данные видеоролики, если вы хотите, чтобы я продолжал, давайте поставим сотню лайков на данный видеоролик и уже завтра выйдет следующий видос, выходит видосы у нас 12 дня, 12 часов по московскому времени, уже немножко тут запинаюсь, из-за того, что много говорю. И будем продолжать. Предлагайте свои вооружения, возможно, у вас имеются какие-то интересные вооружения, где не имеется рельсы, потому что с рельсой было максимально много интересных вооружений. Если такие имеются, пишите их в комментарии, я обязательно прочитаю. Все самое интересное оглашу в видеоролике, ну и, конечно, дополнительно выберу одно из интересных вооружений, на котором уже сам выберу покатать, либо же вы мне поможете просто на данном видеоролике, в предыдущем я имею в виду, из которого я выбирал. Никто не поставил лайки, то есть определенно ребята написали какие-то вооружения, но если бы вы залайкали для себя какое-то интересующее вооружение, то, возможно, я бы отдал бы свое предпочтение именно таки ему, а так в сегодняшнем видеоролике я просто решил выбрать интересное вооружение для себя и рассмотреть вас по жигу как то самое сочетание, которое мы использовали в форматных боях. Поэтому как-то так. Спасибо, ребят, всем вам за просмотр. Надеюсь на вашу поддержку, на ваши подписки. С вами был Мистер Ваньков. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok